Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть 4. ПГУ.РУ. Взаимодействие. Читает Мироненко Юрий. Предисловие. Жизнь по легенде не каждому по плечу. Экс-вице-премьер Израиля Цыпи Ливни когда-то служила в Массаде. Об этих годах она писала. Это другая жизнь. Нужно уметь быть в одиночестве. Скрывать, где живешь. Убеждаться, что за тобой не следят. Чувства страха не было. Было ощущение полного одиночества. Она считала, что можно научиться жить в одиночестве, но оставаться в нем дольше, чем требует служебный долг, невозможно. Почти всегда разведчик-нелегал действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой. Биографии фактически другого человека. То есть нелегальный разведчик это тот, кто влезает в шкуру другого человека, биография которого придумана специально для него. В итоге разведчик становится по-настоящему другим. Существует стереотип, что разведчик-нелегал – это прекрасно подготовленный человек, великолепно владеющий языками, имеющий железобетонные документы на имя гражданина другой страны, лихо водящий машину, владеющий единоборствами и так далее. В общем, некий супермен, как показывают в фильмах. На мой взгляд, это правда, но не всегда и отчасти. Для большинства наших нелегалов жить жизнью другого человека значит жить с самого детства придуманного. То есть биография разведчика не начинается с момента начала выполнения задания. Напротив, он должен знать и колыбельные песни, которые ему пели, и стишки, и детские считалочки, и детские сказки, и массу других сложнейших, но мелких деталей и нюансов. Обычно в классике перед разведчиком-нелегалом ставятся четкие задачи. Что сделать, что выяснить, добыть нужную информацию. А вот как сделать это творчество? Таким образом, именно творчество является подлинным искусством разведки. Там, где творчество, там искусство. Творчество композитора, художника, режиссера, командира, полководца, дирижера, архитектора, писателя, генерального конструктора. А у разведчика? В большинстве случаев искусство. У меня многое было по-другому. Я жил своей жизнью собственной биографией. Даже язык учил естественным образом. Где тут творчество? Какое тут искусство? В общем, с выпускниками Академии ГРУ у меня было только как сделать дело. Как решить задачу. Только здесь творчество. Поэтому то, что делал именно я, не считал искусством. Не имел смелости видеть себя в одном ряду с Э. Рязановым, С. Бондарчуком, С. Рахманиновым, В. Воснецовым, М. Шолоховым. Тем более не мог себя видеть рядом с такими мастерами искусства, оперативного, как маршал Советского Союза А. Василевский или генерал армии А. Антонов. Конечно, у нас есть легальные разведчики, единичные имена известны. Про большинство мы ничего не знаем и не узнаем. А вот считать ли работу нелегалов искусством, решать будет читатель. Я судить не могу, потому что даже одиночество, о котором говорят все разведчики-нелегалы, у меня не было абсолютным. Одиночество было только в той части, что о моей службе не знает жена, в отличие от моих коллег. С другой стороны, в этом были и определенные плюсы, так как я не опасался ошибок жены-разведчика, нелегала. В принципе, я жил обычной жизнью, своей жизнью, и шифровался чуть больше, чем обычный семьянин, имеющий любовницу. Но самым главным отличием от выпускников Академии ГРУ на профессиональном жаргоне консерватория. Было то, что мои коллеги изначально знают задачу, нацелены на то, чтобы добыть определенные документы и сведения. В моем случае задачи ставятся по мере моего продвижения в жизни и работе, с учетом все новых и новых возможностей. Это намного легче и проще. Это значительно снижает степень риска. Сейчас передо мной поставлена задача продолжить снабжать наших информацией о финансировании специальных операций через калейдоскоп неправительственных организаций и их агентов, продолжить скрытие разведывательной сети и сети специальных операций в России. Документы, случайно добытые у Ричарда, неожиданно оказались самыми секретными и важными из тех, которые я когда-либо отправил в Центр. Недавно мне сообщили, что они на самом деле имеют высший гриф секретности НАТО — Космик. Я этого не знал, так как завладел светокопиями и на оригинале, с которого снималась первая копия, эта надпись была закрыта листом бумаги. Мне сообщили, что именно эти документы вызвали очень сильный интерес в главном оперативном управлении нашего генштаба. Именно в этом направлении они просили ГРУ умножить усилия. Вместе с одним из сообщений был текст, который явно писался не в ГРУ, и я догадался, что его писали для меня офицеры этого управления, наши главные и основные заказчики. Особенно наш генштаб интересовали сведения о финансировании на территории России подготовки специальных операций. Мне объяснили, почему это важно знать. То есть авторы этого текста хотели, чтобы я хорошо понимал проблему, разбирался в ней, пусть и не на их уровне, но все-таки что-то понимал. И их тревоги я хорошо понял. В нужный для врага момент подготовленные специальные операции активируются и превращаются в основной вид враждебных действий, вплоть до таких, как блокирование и захват воинских частей, аэродромов, транспортных путей, органов государственной власти и так далее. При этом нападающая страна не прибегает к классическому военному вторжению. Ограничивается диверсиями, кибервойной, информационной войной, австанцами, подготовленными силами специальных операций. Тем самым подавляют своего противника без формального объявления войны. Наши мне писали, что генералы армии США воодушевились исходом войны против СССР в Афганистане и продолжили работать в этом направлении. Добытые мною документы показывали, что финансирование специальных операций против России сильно увеличилось. Кроме того, с помощью этих документов можно установить некоторых участников этих операций из числа наших сограждан и организаций. Это уже с привлечением ФСБ. То есть будущих наемников, самооборона, ополчения, повстанцы и так далее. Типичные прокси. Квинтэссенцией добытых мною сведений было то, что некоторые эти самые прокси готовились на территории стран бывшего СССР, но по статье расходов Россия. Генштаб жаждал вскрыть всю сеть специальных операций, направленных против России. Но пока что прямых и явных доказательств о том, что россияне и бывшие наши сограждане по СССР должны действовать на территории России, не было. Я сам обратил внимание, что часть сведений уводила нас в тему подготовки граждан Белоруссии, но на территории Литвы и по статье расходов Российская Федерация. Открытые публикации научных исследований Национальной военной академии США, USMA, более известны как West Point, главной из пяти военных академий США, говорили о том, что Россия тоже применила некоторые элементы специальных операций в войнах в Чечне, и в итоге, через ошибки, боль и кровь, вполне успешна. Мне даны были ссылки на эти статьи, и я их внимательно прочитал в интернете. После этого согласился с утверждением Генштаба, что мир вплотную подошел к ведению войн нового типа. Непосвященному читателю надо пояснить, что несмотря на наличие в структуре ГРУ различных аналитических подразделений и даже мощнейшего НИИ по этому профилю, все-таки от ГРУ требовалось только обобщение информации, систематизация. Настоящая аналитика за главным оперативным управлением Генштаба и подчиненным ему Центром военно-стратегических исследований вместе с профильными кафедрами Академии Генштаба, Общевойсковой Академии и, в некоторых случаях, Академии Видов Вооруженных Сил. Мне уже объяснили, по-простому, что начальник Генерального Штаба не интересуется интерпретацией информации от своего ГРУ. Этим занимаются совсем другие офицеры и генералы Генштаба, имена которых не знает никто. Кроме того, надо понимать, что главным в нашей армии является вовсе не министр обороны, а начальник Генштаба. Формально и на публику, на парадах – министр, а реально – не он. То есть не слишком наша система военного управления отличалась от американской. Точнее, у нас сформировалась очень похожая система реального военного управления. И в США, и в России министры были политиками по своей сути, главной задачей которых был заказ вооружений и всего необходимого для армии. Таким образом, в обоих странах главы Генштабов, США – комитет начальников штабов, выводились из-под политических дел. Это основа так называемых «глубинных государств», не зависящего от партий и смены правительств. С приходом на пост министра обороны друга В. Путина, С. Иванова, все, что я написал выше, стало явным и понятным всем, кто хоть что-то понимает в военных делах. Поэтому не вызвало никакого удивления, что ГРУ поставлена задача искать и найти компромат на политических деятелей США. Но эту задачу я продолжал считать нереальной и даже не задумывался на эту тему. У разведчика-нелегала есть кое-какие привилегии, которые он сам может себе позволить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!